В Ленинском районном суде Орска начали рассматривать уголовное дело в отношении семерых полицейских, а именно четырех бывших сотрудников ППС и троих ГИБДД. Их обвиняют в превышении своих должностных полномочий, использовании угроз и насилия, а также получении взятки и покушении на грабеж. У следствия следующая версия. В октябре 2021 года двое полицейских заступили в наряд патрулирования. На проспекте Мира правоохранители остановили прохожего, который искал закладку с наркотиками. Полицейские обнаружили в телефоне мужчины координаты и фотографии тайника с закладкой. Следствие считает, что правоохранители начали угрожать Орчанину физической расправой, а также тем, что подбросят ему наркотики. Позже один из сотрудников полиции позвонил своему коллеге, который также находился в патруле. Он быстро приехал, а потом к ним присоединился и четвертый полицейский. Потерпевшего отвели в кусты и там якобы избили. В итоге полицейские забрали у мужчины 20 тысяч рублей. В ходе заседания было озвучено, что денежные средства Орчанину предоставили другие полицейские в рамках оперативных мероприятий. И это только один из инкриминируемых эпизодов, озвученных в ходе заседания. Как выяснилось, задержанных сотрудников ППС и ГИБДД давно разрабатывали в управлении собственной безопасности МВД. За ними шла слежка, а купюры оказались меченными. Как сообщало следствие, информация о том, что конкретные полицейские регулярно совершают противоправные действия, поступала в управление собственной безопасности достаточно давно. А доказательства их виновности, в том числе и видеоматериалы, имелись. А задержание с поличным сделало эти доказательства неопровержимыми, считает следствие. Всего по уголовному делу проходят шестеро потерпевших. Одному из них, по версии следствия, угрожали табельным оружием, также звучали угрозы убийства и прострела ноги потерпевшего. Во многом действия экс-полицейских были направлены на получение взяток или улучшение показателей службы, считает следствие. Один из семерых фигурантов признал вину полностью, остальные либо частично, либо вину полностью отрицают. В ходе заседания был допрошен один потерпевший. На следующем допросы будут продолжены.